Увеличение инвестиций в пять раз это возможно. По мнению энергетиков, привлечь миллиарды в отрасль поможет система альтернативных котельных. Первый объект, где ее применят, находится в Алтайском крае. С подробностями с Международного экономического форума Ирина Тумбарцева. Ирина, вы в прямом эфире, вам слово. Здравствуйте, коллеги. Международный экономический форум в Санкт-Петербурге продолжается. Второй день оказался не менее насыщенным, а, наверное, даже более плодотворным для участников и гостей форума по программе. По-прежнему подписываются соглашения, ведется обсуждение проблем мировой экономики, а также привлечения инвестиций в различные отрасли. Десятки стендов. Здесь представлены как отдельные компании, так и целые регионы. Полноценного стенда от Алтайского края нет, но о нашем регионе сегодня тоже говорят. Вчера мы уже вам сообщали о том, что здесь представлен стенд сибирской генерирующей компании. Они представляют проект «Альтернативные котельные», который как раз реализуется в нашем городе Рубцовске. Как известно, это проект, который позволит существенно снизить тарифы как для теплоснабжающих компаний, так и будет выгоден самим жителям. Вот что об этом говорят представители СГК. Да, по расчетам «Альтернативные котельные», если просто пользоваться методологией расчета, получается, что рост тарифов возможен в два раза. В среднем в наших регионах тариф для конечного потребителя где-то 1300, а «Альтернативные котельные» расчет показывает около 2600 рублей. Но почему мы говорим, что тариф не вырастет? Потому что для нас, как для СГК, понятно, что текущего уровня тарифов с 1 июля, которые прописаны уже в решении АКРЭКов, их достаточно для того, чтобы можно было инвестировать в систему теплоснабжения наших городов. Ну, конечно же, не обходится и без темных пятен. Как сообщил директор сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов, эффективность этого проекта будет зависеть и от законодательной базы. Дело в том, что на сегодняшний день проект, который предусматривает развитие альтернативных котельных, такого способа работы теплосетевых компаний, он находится на стадии рассмотрения. Он был принят в первом чтении, но пока окончательно он не утвержден. И по словам Михаила Кузнецова, на самом деле, вся история кроется вот в деталях. Для того, чтобы решить наболевшие проблемы теплоснабжения и улучшить ситуацию в этой сфере, нам не нужно повышение тарифа, тот, который сегодня есть, он достаточен. Все, что нам нужно, это гарантии, что он будет расти вместе с инфляцией и не более того. И эти гарантии, которых мы просим, на самом деле связаны просто с тем, что наши расходы растут по инфляции. Добавлю, коллеги, сегодня на площадке побывали и представители Алтайского края, так нам удалось пообщаться с министром экономики Алтайского края Николаем Чениковым. Также мы встретились с сенатором от Алтайского края в Государственной Думе, это Михаил Щетинин. Говорили о развитии аграрного сектора, говорили о развитии туризма. Подробнее, какие цифры, какие прогнозы сообщают специалисты, эксперты, мы расскажем чуть позже. Ну, а пока мы продолжаем работать на площадке форума.